конечной целью вот этих протестов которые были срежиссированы из-за океана из брюсселя является безусловно создание еще одной горячей точки на границах с россией политическая ситуация в грузии это уже хорошо заметно она конечно остается довольно напряженной мы хорошо помним о тех акциях протеста которые недавно сотрясали тбилиси ну давайте посмотрим кому прежде всего это выгодно есть определенная прослойка том числе и в силовых структурах республики грузия которые испытывают симпатии которые испытывают определенную ностальгию по временам саакашвили когда грузия была втянута вот в эту авантюру попустительства западных стран при поддержке практически выдавались карт-бланши на любые решения партии саакашвили его правительство и все это привело к очень серьезным последствиям для грузии я думаю что все-таки удельный вес тех генералов тех военачальников которые все-таки исповедуют более реалистичные подходы к сегодняшней ситуации они все-таки возобладают конечной целью является безусловно создание еще одной горячей точки на пив на границах с россией разумеется это их самые такие заветные влажные мечты чтобы грузии открыла второй фронт а россия отвлекла бы значительные свои военные финансовые иные ресурсы в сторону грузии руководитель службы внешней разведки сергей нарышкин прямо об этом сказал что у нас есть такие данные о том что идет достаточно серьезный накат на грузинское правительство с целью того чтобы грузия наконец-то склонилась в пользу открытия начала боевых действий на границе с абхазией с южной осетии и конечно же это было бы ну наибольшим таким наибольшим результатом как себе понимают развитие ситуации в вашингтоне и брюсселе но когда уже степень этого вмешательства и со стороны как это не парадоксально звучит президента собственно грузии соломей зурбишвили который является таким очень интересным редким примером когда президент страны является позиционером по отношению к своему правительству она позволила себе довольно резкие высказывания в адрес грузинского правительства требовала больше интеграции и большего послушания западу далее подключились и иные акторы политического политического театра национальное единство грузии это политическая партия где фронтменом по-прежнему выступает политический значит маньяк саакашвили они также позволили себе очень редкие резкие высказывания и также появился в медийном пространстве депутат верховной рады украины тоже политический турист арахамия который прямо обвинил грузинское правительство в том что они играют на руку кремлю и вот здесь уже наверное это чаша терпения было несколько превышена и премьер гарибашвили заявил о том что не стоит вмешиваться в внутренние дела суверенной грузии а нужно посмотреть прежде всего на себя решать свои вопросы однако тех кто пишет сценарий для развития политической ситуации в грузии на западе за океаном их конечно абсолютно не волнует рост уровня жизни грузинских жителей грузии грузинских граждан у них совершенно иные задачи задача 1 максимально дестабилизировать обстановку том числе и на южном кавказе создать вот эту дугу нестабильности вокруг российской федерации для того чтобы в конечном итоге если конечно сильно повезет по их замыслу открыть еще и второй фронт горячие фазы действий против российской федерации конечно в этой связи стоит напомнить горячим головам в тбилиси а мы с вами видели уже какие лозунги звучали на площадях когда срочно была разыграна и вытащена из камня старого сундука абхазская карта звучали лозунги о том что срочно требуется идти на сухум вернуть абхазию это как раз то что является так сказать бальзамом на так сказать на душу государственного департамента сша и некоторых структур в евросоюзе ну я надеюсь все таки хватит здравого смысла у грузинских политиков и у той части грузинского общества которое остается адекватным пока еще для этого им нужно только вспомнить события недавние недавнего прошлого событий 2008 года когда в течение пяти дней было разрушено до основания вся военная инфраструктура хотя до этого мы с вами помним как кичилась грузинская власть тем что грузинская армия создается по образу и подобию при непосредственном участии значит инструкторов нато но мы хорошо с вами знаем чем это в итоге закончилось я думаю что общество расколото в грузии даже оппозиция достаточно серьезно фрагментирована там есть и консервативные течения которые не приемлют вот этого западного диктата когда на площадях тбилиси вот в ходе недавних протестов значит был такой причудливый коктейль из-за флагов значит анархистов флагов евросоюза украинских флагов знамен лгбт и так далее это не для всех в грузии к счастью пока еще приемлемо но я думаю что все-таки должно хватить здравого смысла для того чтобы не испытывать еще раз терпение российской федерации в абхазии тоже конечно эти события не прошли не замеченными наши резервисты наши подразделения абхазских ополченцев абхазской армии они стали намного более активно проводить различные тренинги различные элементы боевого слаживания и думаю что все это вместе должно как-то остудить горячую голову тбилиси нужно прекращать вот это послушание бездумное следование инструкциям которые приходят со стороны заокеанского гегемона прекратить кормить вот эти аппетиты обслуживать аппетиты западного истеблишмента однако я считаю что грузинский истеблишмент тот кто отождествляет себя сегодняшней властью грузии он должен несколько раз серьезно подумать прежде чем ввязаться заново в подобную авантюру конечном же итоге это выбор политического класса элит грузии если они снова решат ввергнуть свой народ свой этнос в подобного рода эксперименты им надо осознавать и свою меру ответственности за это потому что ответ будет достаточно быстрым но и намного уже более жестким нежели 2008 году это авантюра будет иметь разрушительные последствия для грузинской экономики инфраструктуры и для грузинского общества это закончится опять тысячами и десятками тысяч беженцев и отсутствием полным отсутствием лишением всяческих перспектив на экономическое возрождение это небольшой стороны